Друзья, мы снова оказались в усадьбе Белогорках, Купцов-Елисеевых. И давайте сделаем небольшую обзорную экскурсию вокруг фасадов этого здания. Оно уникально своей объемно-пространственной композицией, живописной, асимметричной, нарочито неправильной, скульптурной. Выполненный скорее как слепленный из различных объемов, раскрытый на природу, объект, чем какая-то привычная для русской усадьбы XIX века симметричная композиция. Костяк здания облеплен объемами разных чисто геометрических форм и увенчан башенками разнообразных высот и объемов. Центральной, главной доминантой является вот такой вот донжон с прекрасным видом на окружающий парк. А со стороны входа композицию венчают вот такой флигель или восьмигранная ротонда для чаепития. Главный вход расположен справа, асимметрично от фасада. А за донжоном следует длинный горизонтальный двухэтажный объем, ступенчатый и богато декорированный ритмом полукруглых и лучковых оконных проемов, балконов. Мы видим здесь небольшой балкончик на первом этаже, возможно здесь было хозяйственное крыльцо для входа в кухню. Прекрасный балкон с геометрическим орнаментом, который больше свойственен для позднего рационалистического модерна. И левый флигель вот с такими тоже типичными для модерна с закругленными углами. Фриз венчает своего рода крашеный геометрический орнамент цвета индиго, который так дополняет холодным оттенком живописные, теплые оттенки рыжего, терракотового и бежевого клинкерного кирпича и теплого цоколя. Цоколь играет своими оттенками северных гранитов и распространяется почти на весь первый этаж. Таким образом здание как бы превращается в крепость, решенная в первом этаже из грубого рваного камня. Оно как бы охраняет своего владельца от невзгод. Поэтому здание очень типично по своей архитектуре и объемно-пространской позиции именно для эпохи модерна, так как полностью лишено рационалистичных, симметричных, ясных соотношений объемов и решено на природе как вот такое распластанное бунгало. Дом раскрытый на природу с огромной поверхностью фасада и многочисленными возможностями общения с природой. Это и крыльца, и эркеры, и балконы, башенки и надстройки. Итак, друзья, мы с вами вкратце посмотрели внешний вид фасады усадьбы купцов Елисеевых в деревне Белогорка. 1912 год. Архитектор Владимир Тавлинов. Памятник архитектуры северного модерна. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok